Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале и сегодня мы будем разговаривать об очевидных и неочевидных вещах, о том, что очень сильно расслабляет и очень сильно напрягает не только меня, но и каждого из вас. Давайте начинать прямо с получения посылки до полной распаковки и краткого обзора на то, что мы сейчас получим. Давайте начинать! Поехали! Поехали! Думайте, как комфортно приготовить себе покушать, где хранить эти продукты, как быстро и качественно постирать свои вещи, свою одежду и, естественно, где помыться, где сходить в туалет и так далее. Но в первую очередь человек не может жить без чего правильно. То, что всех очень сильно, как я сказал, расслабляет или наоборот напрягает, это готовка. Мы обустраиваем сейчас свою кухню, пускай, может быть, внешний вид у этой кухни носит временный характер. Мы подумали, в том числе я, подумал о том, действительно должны быть плиты, то есть должна быть духовка. Духовка. И когда я стал выбирать, потому что на плитах мы готовим в кастрюлях, сковородах, и все это, конечно, очень хорошо. Что-то жареное, что-то вареное, супы, можно пожарить мясо, но без духовки, потому что в городской квартире духовка есть современная, купленная несколько лет назад, даже, можно сказать, десятилетия назад, до сих пор работающая, и здесь тоже нужна духовка. И когда мы задумались над тем, что в нашу временную, условно, временную кухню необходимо что-то компактное, универсальное и современное, я начал, то есть я задался поиском, задался целью найти что-то универсальное и при этом ультрасовременное, чтобы все наши потребности в лице запечь мясо, сделать торт, запечь овощи, приготовить что-то на пару, чтобы это все было в одном месте, то есть в одном духовом шкафу. Что-то делать и встраиваем мебели пока нет возможности, да и особого желания нет встраивать мебель. Сейчас все это можно сделать другим способом, и я вам сейчас расскажу, как и каким именно. Ну, друзья, собственно, я доехал, 20 с лишним километров, латсдек получил, готов ехать обратно. Итак, дорогие друзья, собственно, привезли мультипечь к нам домой, практически занесли в дом. Сейчас будем распаковывать, это первая на ютюбе именно распаковка, потому что в основном все домохозяйки или другие обзорщики, они готовят еду сразу. У нас все-таки больше направленность на гаджеты, нам интересно посмотреть, во-первых, как она поставляется, что в комплекте, как она выглядит. Вот эта в натуральную величину коробка, 40 литров, мультипечь, хромит, модель RF-RF-M01. В общем, эта печка умеет три вещи. Обычный духовой шкаф 3D жировня с конвекцией, эта печка умеет готовить на пару, и эта печка умеет готовить, соответственно, гриль. Все необходимые приспособления присутствуют внутри коробки. Давайте посмотрим, что внутри. Сразу хотелось бы отметить, что я смотрел комплектацию непосредственно на сайте Рамид, почему и наш выбор пал именно на приобретение этой мультипечки. То, что здесь, начиная с коробки, внимание к деталям, то есть обычная упаковка, и в ней уже, это транспортировочно, а в ней уже непосредственно коробочка, в которой находится печь. Даже если транспортная компания в момент перевозки каким-то образом повредит одну из коробок, то, скорее всего, не сможет добраться до второй. Дальше. Далее у нас, встречает нас документация. Здесь, как я понимаю, книга рецептов. Гарантийный талон о том, что мы приобрели это все на официальном сайте. Также данная печь продается у компаний, партнеров и маркетплейсов различного рода, от Озона до Уайлберриса. Это у нас в стороночку идет. Гарантийный талон заполнен по всем правилам. И прикол в том, что за отзыв, который вы опубликуете в дальнейшем, в зависимости от тех впечатлений, которые вам доставят эта печь, вам дают дополнительную решеточку. То есть в комплекте идет одна, а за отзыв дарят сразу, если ставишь галочку на сайте специализированную, ну, специальную кнопочку, что положить подарок, то дарят еще одну вот такую вот решеточку. Покупать ее отдельно не придется, она будет вам непосредственно предоставлена в подарок. Решетка выглядит следующим образом. Сейчас все это дело разберем. И когда уже в печь будем ставить на ее место, где она должна будет стоять, непосредственно все это дело внутрь посмотрим. Также в подарок у нас идет вот такого рода варежка, ну, для того, чтобы вы все это дело не обжигались и в момент готовки к горячему не прикасались, а делали это с помощью специальной варежки. Дальше у нас в комплекте присутствует вот такой вот противень. Я как понимаю, что это эмалированная сталь, может быть с каким-то антипригазным покрытием, может быть нет. В общем, в комплекте один противень есть. Есть две решетки, один противень, перчатки. Дальше. Также, так как у нас есть функция гриля и в том числе вертел, вот этот вертел присутствует для того, чтобы вы могли курицу гриль или мясо гриль, либо еще что-то. Здесь даже можно кусок, допустим, какого-нибудь бекона или грудинки. Все это можно делать, запечь тоже присутствует в комплекте. Дальше. Это у нас, опять же, внимание к деталям. Первый раз вообще на YouTube показывают. В общем, в смысле то, что вот такие вот специальные пластиковые накопки для того, чтобы это дело все у нас со стороны именно стеклянной части печки, к которой мы еще дойдем, присутствует. Ну и вот, собственно, сама печь. Сейчас мы ее достанем, поставим на место, где она будет стоять и уже оттуда продолжим нашу подробную распаковку. В общем и целом, дорогие друзья, вот, собственно, печь встала на то место, где она будет располагаться в ближайшие несколько месяцев, как минимум. Дальше будем подбирать ей нужное место на нашей импровизированной кухне нашего строящегося дома. Итак, габариты 526 на 500 на 440 миллиметров, внутренний объем печи 40 литров, 220, понятно, что она работает. 31 программа управления, внешний вид, снимаем заводскую пленочку. Внешний вид вот такой вот, черный, в принципе, подойдет, наверное, под любой интерьер. Сделано, естественно, все из металла. Надо обратить свое внимание, что когда мы выбирали печку, одно из самых основных преимуществ не только этой модели, а вообще на что мы обращали внимание, это двойное жиропрочное стекло. То есть, вот эта вот дверца, она стеклянная, и для того, чтобы это все сохраняло и правильно работало, чем толще стекло, чем больше его, тем лучше. Здесь оно двойное, и это хорошо. Механическое сенсорное управление. Наверху подсказочки у нас есть, какая программа за что соответствует. Давайте уже откроем, посмотрим, что внутри. Естественно, здесь у нас присутствуют вот такие вот скотчики, для того, чтобы это у нас технически все не открылось после того, как, вернее, во время транспортировки. И открываем первый раз. Давайте внимательно. Вот у нас вот такое вот внутреннее убранство. И здесь стоит обратить свое внимание, то, что я говорил в самом начале, это одно, и одна из функциональностей, которые присутствуют в данной мультипечи, это то, что можно готовить на пару. То есть, присутствует бак для воды. Вот он, на 1,4 литра. И также присутствует у нас, мы до этого дойдем, в самом низу поддон для, не накипи, а для конденсата. Вот этот бак вставляется сюда. И если вы выбираете или комбинируете в момент готовки, соответственно, 3D-жаровню, то есть обычную духовку с пароваркой, можно это все дело комбинировать. И мы в будущем покажем, какие рецепты можно приготовить с помощью данной печки. Так, внизу у нас еще присутствует вот такой вот поддон. Сейчас вот таким вот образом мы его достанем, потому что он первый раз так. У нас все в прямом эфире, поэтому вот такой вот поддон присутствует для того, чтобы конденсат, который скапливался во время приготовления конкретно на пару или смешивая режимы, чтобы мы спокойно все это дело смогли достать и очистить. Естественно, подключается к сети 220, сейчас мы ее включим и дальше продемонстрируем. Также хотелось бы обратить внимание, что когда мы распаковали, совершенно не заметили, что, хотя изучали этот момент, вот эта рукоять для того, чтобы вы доставали и не обожглись непосредственно вот этот вот гриль. Вот эта решеточка, которая шла в подарок. Внешний вид, как минимум, отличный, дальше будем смотреть, подключать и изучать именно то, что по программной части, что она умеет и как она готовит. Также хотелось бы отметить, что присутствует такой функционал, как аэрогриль, об этом я забыл добавить. И, естественно, вот этот датчик, когда у нас дверца открывается, во-первых, умная пауза, потому что, чтобы не продолжил готовить, чтобы у вас не, скажем так, не обожгло, все ставится на паузу, загорается свет во время открытия непосредственно дверцы. У дверцы ход плавный, но при этом надежный, все хорошо закрывается, и это не может не радовать. Очень важный момент в распаковке любого электрического прибора, это длина шнура. Шнур примерно один метр, это более чем комфортно, для того, чтобы вы могли разместить в любом удобном для вас месте на кухне. Сейчас мы подключим, заместо вот вентилятора, включим сюда. Здесь дальше, соответственно, выбираешь согласно инструкции, согласно программе, которой можете легко изучить в руководстве пользователя, какая программа за что отвечает. То есть, 31 программа, таймер от 1 минуты до 24 часов, можно температурный режим от 40 градусов до 230 или до 240 градусов, для того, чтобы вы могли, в том числе, от сушки овощей до приготовления действительно вкусных блюд, связанных с грилем. Также хотелось бы отметить, что здесь присутствуют четыре уровня приготовления, то есть, один у нас профил, он же поддон, две решетки гриль, непосредственно сама гриль и рукоять. Интересная особенность, которая не указана, к сожалению, на сайте производителя, это мощность. 2400 Вт мощности данной печи. Еще раз, 40 литров, 2400, 556 на 500 на 440 миллиметров габариты данной печи. Вообще, в сравнении с такими вот прикольными плитами от компании, от суббренда компании Xiaomi, данная мультипечь, то есть, те беленькие, данная мультипечь, она такого графитового черного цвета, то есть, серый графит. Что такое же, да? Можно я яичко разобью? А ты уверена, что ты сможешь? Я смогу... 100%? Должно. По середине бей. Ну, я... Молодец. Так как мы живем в деревне... Вот ты смотри, держи, Жану, вот это, вот это место и раскалывай. Во! Опа, молодец! Вот такие две замечательные формочки у нас получились. Сейчас нам надо разогреть духовку и непосредственно туда все это дело запихивать. Предварительно разогретая духовка подала сигнал о том, что нам можно туда все это дело запихивать. Мы готовим при температуре 150 градусов 45 минут. Раз. И у нас второй бисквитик 2. Закрываем. И все! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok